Друзья, всем привет! Вы на канале Лимончики на Балкончике. Продолжаем подготовку к зиме. У нас наступила осень. За окошком дождь. Погода пасмурная, идет дождик. И мы продолжаем утепление нашего балкончика. Не очень, конечно, сейчас светло. Не знаю, даже если свет включить, может быть, светлее будет. Как-то вот пасмурненько. Но, несмотря на это, я сейчас только увидела, что Мэва решила цвести. Еще раз. Она держит свои завязи. Вот у нее завязи. Смотрите, уже какие большие подросли. А вот маленькие здесь есть еще завязи, мэвочки. И вот она решила выдать нам еще и бутончики. Будет свистеть. Ну, а мы продолжаем с вами утепление нашего балкончика. Подготовку к зиме. Сейчас, несмотря на то, что пасмурно и идет дождик, на балконе 20 градусов. Вот. 20 градусов. Ну, будем утеплять. Значит, что сейчас я делаю? Я сейчас на балконе, когда у нас уже ночью плюс 9, плюс 6, я включаю теплый пол. Ну, вот он. Включается вот так. Релешка ставит, теплый пол. Ну, вот. И здесь есть регулировка, сколько градусов. Ну, учитывая, что он находится под ламинатом, то я ставлю где-то вот 35-40 градусов. И ночью у меня здесь включен теплый пол. Здесь, конечно, тепло. Ну, градусов 19-20 поддерживается температура. Зимой так я делать не буду, потому что его хватать не будет, когда будут морозы. Вот. Зимой я буду делать совсем по-другому. У меня есть конвектор. Я вам его сейчас покажу. То есть, я включаю здесь конвектор. Дверь на балкон в комнату у меня открыта днем. Днем здесь ничего не обогревается. Вот. Я конвектор включаю только в ночное время. Закрываю сюда дверь на балкон. Вот. И включаю конвектор на ночь. Сейчас я вам его покажу. Вот такой конвектор у меня. Он стоит на балконе. Ну, самый обыкновенный. С регулировкой. Вот. Его можно, конечно, повесить. Здесь есть крепежки для того, чтобы повесить на стену. Но у него нагревается вот эта задняя панелька. И я его не вешаю. Вот он у меня вот так вот становится сюда. В балкончик проем. И на ночь я его оставляю. Значит, я регулирую здесь температуру. Он от сети. Вот. Включила его в розетку. И выставляю нужную мне температуру. Ну, там сколько мне надо градусов. Там 22 градуса. Вот я выставляю 22 градуса. Он не дует. Он никакой воздух не гоняет. Он просто его нагревает. И все. Выставляю вот такую вот температуру 22 градуса. И вот тогда на вот этой вот поверхности, где стоит у меня термометр, он все равно здесь держит 19, ну, минимум 18 градусов. То есть на балконе у меня тепло. Сильно зимовку я такую прям вот зимовку-зимовку я не делаю. Ну, я ни в том году не делала. Ни в этом году не буду делать. Сам балкон у меня утепленный. Утепленный тут он хорошо пенопластом, изолоном. Изнутри сверху обит деревом. Вот это все дерево. То есть тепло он держит. Вот. Вот такой вот конвектор. Вот он как нагонит 22 градуса, он автоматически отключится. Как только опустится температура, он начнет ее поддерживать. Ну, то есть можно задать любую температуру. Можно задать и 18 градусов. Но все равно тогда на той поверхности, на панельке, наверху, будет на 3-2 градуса меньше. То есть вот таким вот образом я буду делать зимой. Но пока он мне, в принципе, не нужен. Это никакая не реклама, это я просто вам показываю свой. Ну, вот он, уже тепло от него идет. Вот так вот тепло. Ничего не сушится, никакие растения над ним не стоят. Видите, вот тут все свободно. Вот. Никакие растения он не сушит у меня. Ну, вот. Вот такая вот конструкция. Ну, сейчас постельный залом. Вот я освободила окошко. И сейчас буду стелить изолон. Вот у меня такой изолон. Но это остался с прошлого года. И я еще купила новый. Вот этот изолон. Это где-то 8 миллиметров изолон. Стелить я его буду в комнате. Это в кухне, где стоит пандероза. Застелить я его буду золотинкой внутрь. Вот этой вот. Покажу. Вот золотинкой внутрь. А вот этим белым снаружи. Потому что не люблю, когда сильно вот так вот отражает. Ну, не очень приятно это. Вот. Поэтому. А на балконе буду делать по-другому. Ну, вот сейчас постелю и покажу, как это будет выглядеть. Ну, вот, друзья. Постелила я изолон на окошко. Вот. Выглядит вот так. Значит, стелить изолон на высоту горшка пандерозы я не стала. Потому что здесь стоят горшочки поменьше. И им просто закроется тогда свет. Я постелила на высоту вот лимончика горшка лимончиком корубара. Вот захват стекла. Ну, вот видно, насколько захватила стекло. Вот. Постелила золотинкой внутрь. Потому что если золотинка наружу, я как-то так стелила один год, меня это напрягает. Вот золотинка. А так она белая-белая. Окошко белое. И им тепло. И мне приятно. Ну, в общем, вот так вот. Он еще приляжется. Со временем изолон. Видите, просто маленькие горшочки. Им тогда не будет хватать света. Вот. И будет все нормально. Вот здесь вот между вот этим изолоном и на стекло. Клея будет скапливаться конденсат. Он каждое утро. Конденсат я его просто вытираю. Ну, от него никуда не деться. Потому что в квартире все равно влажно, тепло. Растения мы поливаем, и конденсат скапливается. Батареи. Некоторые делают стиль от изолон с захватом еще и на батарею. Я так не делаю. Я потому что на батарее, ну, сушу какие-нибудь вещи. И, в принципе, они у меня... Мне не мешают и сильно не жарят. Ну, вот. Вот так выглядит теперь окошко. В кухне точно так же я сделала окошко и в зале. Вот она, пандероза, стоит практически на все окно. Ну, тот свет-то, да, отражает. Стоит она на северном окне. Света, конечно, сейчас не очень много ей. Ну, в общем, вот так сделала я на окне. И сейчас пойду делать на балконе. Так, вот. Одну сторону я застелила изолоном. Вот, смотрите. Получается как бы как в термобоксе. Вот. Вот часть. Здесь я немножко скотчем приклеила, чтобы она не болталась. Вот он, изолон. 8 миллиметров. Золотинка вверх. Ну, вот. И сейчас поставлю свое растение. От окна тоже, вот видите. Вот. Это от окна. Тоже здесь проклеила скотчем. Вот так вот. Вот так вот будет у нас. Как в термобоксе. И вот эта золотинка, она будет отражать свет. Сейчас я включу свет. Вот она, видите, как отражает свет. Вот. Это от лампочки. А так она будет отражать свет. От солнца. И здесь будет больше солнышка. Вот лаймик. А вот попутно прививочка. Все нормально с ней. Стоит, приживается. Вот. Вот это вот одна сторона. И сейчас сделаю точно так же вторую сторону. И покажу, что получилось. Вот, друзья, что у меня получилось. Я постелила изолон на подоконник. Вот у меня все стоят на изолоне. На крышечках все растения. Изолон постелен и вот сюда. Вот на этот топчанчик. Деревянный. Тоже все стоят на крышечках. Изолон постелен с этой стороны. Вот. Тоже крышечки везде. Здесь у меня на первый план вышли камелии. Потому что им нужно холод. Они любят холод. Вот они набирают свои бутоны. Будут цвести. Камелии. Приросты у всех идут. Вот Маргарита Биг. Смотрите, какие у нее шикарные приросты. Вот. Дождик у нас то идет, то нет. Солнышко проглядывает. Так. А это прирост фраголы. Видите, какой сочный, красивый. Мелороза выдала ветку. И изолон постелен сюда. Вот. Постелен сюда. Вот температура. Вот получается все у нас заизолировано. Вот так вот и будем зимовать. Вот тонда начинает окрашиваться. Так что вот так вот к зиме мы подготовились. Ну а пока всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»! Пока! Продолжение следует...